На момент создания всех трех авиационных заводов, а это были заводы 301, нынешняя НПО «Лавочкина», 84, нынешняя НПО «Энергомаш» и 293, нынешняя машиноконструкторская дыру «Факи». Так вот, на момент создания всех трех авиационных заводов, Химки не были еще в городе. История Химок неразрывно связана с развитием авиации и космоса. Об этом часами готов рассказывать краевед Сергей Азеринин, сотрудник НПО имени Лавочкина. В преддверии Дня города в музейно-выставочном комплексе «Артишок» открылась удивительная экспозиция инноваций и достижения предприятий. Так как лозунг 85-летия Химок, юбилея «Сохраняя прошлое, защищаем будущее», то мы здесь решили показать, чем же так славятся Химки и чем же так славятся промышленные предприятия нашего города. Чтобы люди приходили и еще больше гордились не только этими предприятиями, не только нашим городом, но и нашей страной. Ежедневно в Химках производят космические аппараты, ракеты и двигатели. В экспозиции представлены стенды градообразующих предприятий и макеты научных разработок. Это уменьшенная в 10 раз межпланетная станция «Вега», изучавшая сразу два космических объекта, поверхность и атмосферу планеты Венера в 85-м году и в 1986-м году изучавшая комету Галей. На выставке можно познакомиться с работой научных комплексов, увидеть фотографии рабочего процесса, узнать интересные исторические факты о предприятиях. НПО «Энергомаш» производит мощные двигатели. Перед нами копия, уменьшенная в пять раз. Благодаря такому аппарату ракеты взмывают в космос. В преддверии Дня города в Артишоке открылась еще одна уникальная и современная выставка. Все картины, представленные в экспозиции, созданы искусственным интеллектом. Это особый компьютерный взгляд на то, как улицы, достопримечательности и жители Химок будут выглядеть через много лет. Очень любопытно, как представлены жители, представители каждого из районов. Это интересно, мне показалось. Ну и, конечно, как будет выглядеть город через сто лет. Это тоже интересно. Специально для этого проекта в залах музейно-выставочного комплекса создали интерактивное разноцветное космическое освещение. Такое световое решение погружает в атмосферу будущего. А вот так через сто летия будет выглядеть канал имени Москвы. Но, по крайней мере, так считает нейросеть. Чтобы подробнее узнать о каждой картине, достаточно навести камеру телефона на QR-код. Канал имени Москвы. Какой же он душевный и живописный. Особенно около жилого комплекса «Маяк» в городе Химке. Сейчас тут ходят теплоходы. А что будет здесь через сто лет? Скоро узнаем, угадал я или нет. Такая выставка впервые проходит в Химках. Творчество нейросетей уже стало частью современного искусства и закрепилось в культурном сознании. Здесь не только город будущего, но и особенный компьютерный взгляд на современность. Это интерактивный стенд, где каждый желающий может увидеть современные фотографии Химок в представлении искусственного интеллекта. Вот так нейросеть видит Репинский мост. Обе экспозиции будут работать еще и в сентябре. Всего ко дню города в Артишоке откроют пять разных выставок, которые будут посвящены Химкам. Юлиана Мазырина, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.